Я хочу вас познакомить с Бочаровым Иваном Сергеевичем, и он нам расскажет, какие соревнования проходят на территории Калаванского района. Сейчас мы завершаем, подводим итоги первенства Калаванского района по мини-футболу на снегу. Мы с февраля месяца проводим первенство. Семь команд участвуют по вечерам, что интересно в интернире, на территории Калаванского колледжа. Под освещением нам любезно предоставили, теплые раздевалки, свет, чтобы все после работы, после учебы приезжали, занимались своим любимым видом спорта, футболом. Участвуют все жители Калаванского района? Ну, Калаване или как это по желанию? Ну, все желающие, была разрешена заявка на участие. В основном молодежь, конечно, у нас самому старшему представителю 40 лет, а самому юному 12 лет. То есть участвуют как дети, и приятный для нас такой момент, это участвует команда Машкова. Ребята ездят два месяца к нам на игры специально, чтобы участвовать в нашем первенстве. Североп, одной на другую машину. Жаль, чтобы участвовать. Понятно. Ну, и сегодня, я понимаю, так завершающий какой-то момент? Да, сегодня будет церемония награждения. Мы завершаем, так сказать, Суперкубком. Чемпионат мы завершили в четверг, но погода нам маленько скорректировала сроки, мы хотели еще поиграть. А сегодня проводим Суперкубок, чтобы подвести итоги, наградить всех участников. То есть хочется всем сказать большое спасибо за то, что мы вам сделали. Очень сильно нас поддержали. Что помогает, да. Ну, поддержали, что приятно для меня было и откровением, да. То есть обратился к главам, главе района Артюхова Евгении Геннадьевичу, к судяной Нейн Борисовне. Они с радостью приняли всю эту инициативу. Обратился к местным предпринимателям. Мы сегодня будем всех отмечать. Там Заболовский Сергей Сергеевич, там Сибирский, я не знаю. Селико, Иван, магазин «Планета». Стоит, там же принимать все интеллигации. Там парамонов, профессионалов. То есть очень много помогали ребятам. Есть, только с освещением. То есть это вообще не очень приятно. Честно сказать, что есть такое событие, что происходит. Поэтому как-то очень дружно. Можно наблюдать по-семейному. Очень дружеская обстановка. Вдруг праздник просто для людей. Понятно. Очень радостно, что есть и позитивные новости на нашей Крылованской земле. Дальше будет интервью с участниками. Сейчас я хочу задать несколько вопросов предпринимателю, который помогает проведению данного конкурса. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сагат Ильян Георгий Моцаканович. Я являюсь в интервью. Понимаете, так? Ползову души. Пытаюсь быть пригодным, помочь спорту. Считаю, это необходимо. Каждый должен этим заниматься. Потому что спорт – это важно в дниничное время, когда люди, занятые техникой, компьютерами, телефонами. Спорт для будущего поколения, тем более, это важно. Надо же пропагандировать, чтобы увидели наши дети и занимались спортом. Развивались. Сами вы спортсмен? Сам не спортсмен, к сожалению. Понятно. Давно участвуете? В мероприятия давно это проводится? Ну, да, на протяжении нескольких лет я уже участвую. Ну, жалко, что раньше не получилось участвовать. Ну, все, спасибо. Хочу познакомить вас с еще одним спонсором данного мероприятия. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кристина Парамонова. Я выступаю от лица спонсоров проведения данного турнира. Это компания АЗС «Сибирский бензин» и рекламная компания «Реклама НСУ». Мы являемся спонсорами, помогаем. Как вы узнали о проведении данного мероприятия? О проведении мы узнали от организатора Ивана Бочарова. Он вас пригласил? Да, он нас пригласил помочь в проведении. И мы согласились с удовольствием и помогаем. Понятно. Мероприятие это впервые для вас или вы уже раньше в каких-то мероприятиях участвовали? Данное мероприятие для нас второй раз уже. Первое у нас было до Нового года. Мы также помогали в проведении по мини-футболу. И сейчас второй раз. У вас дети есть, которые участвуют в спорте? И сами вы спортсменки? Дети у нас есть. Годик ребенку. Но я надеюсь, что он будет продолжать мою традицию. Потому что 13 лет занимаюсь профессионально легкой атлетикой. Был небольшой перерыв. Но сейчас опять приступаю к тренировкам. Футбол в моем сердце навсегда. Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И Жак первую пищу сыграл. С вами, с вами. По четыре очка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И сегодня, вот сейчас был только на крытой коробке, ну тоже идет к завершению, практически уже ворота поставили, там практически день-два и уже закончили. Тоже люди идут и говорят спасибо, это приятно. Ну спасибо всем нам, да, потому что благодаря нам такой проект, ну для меня, конечно, первый проект такой, ну я рад, скажу честно. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, завершился традиционный, ставший традиционный районный турнир по мини-футболу на снегу. Погода нам сегодня радует. Ну и, конечно же, с удовольствием предоставим слово для приветствия главе Клаванского района Евгению Геннадьевичу Артюхову. Добрый день, участники нашего турнира. Вот, на душе, приветствую, я, вот, как и было, вот, Геннадьевичу Артюхову, и, вот, наш, наверное, сейчас будет мне приятно, что, вот, в какой-то уже, в компании, как говорится, и просто, что это приниматели, и, что это, это радует. Радует то, что сегодня нашли время, нашли время именно отметить в таком хорошем турнире наше спортивное мероприятие. Сегодня у нас семь команд, радует, что у нас здесь в гостях мошковцы. Вот, 22 марта текущего года мы тоже межрайонный турнир проводим, это у нас в Болотинске, Мошковске, Клаванский район по спортивным мероприятиям. Это говорит о том, что идет консолидация наших всех побратимых районов. Вам слова благодарности за то, что нашли время, сами пришли, детей привели, и то, что сегодня победила дружба. Так что, за наш Клаванский район, за спорт в Клаванском районе. АПЛОДИСМЕНТЫ Он управляет на два вера путем из Содок Клаванни и из Борисовича Солдиной. Дорогие ребята, дорогие участники этих соревнований, большое вам спасибо, что вы находите время принимать участие в соревнованиях. Большое вам спасибо за то, что вы развиваете спорт в Клаванском районе. От всей души я вас поздравляю от имени жителей Калывани. Вы молодцы большие, вы никогда не подводите Калывань и Калыванский район. Еще раз вас поздравляю, большое вам спасибо за участие. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите официальную часть поприветствовать имени Александра Сергеевича Аксионенко. Он, к сожалению, не смог сегодня приехать, у него тоже там спортивное мероприятие, но он передал всем слова благодарности, он также поддерживает наш турнир. Ну и, как вы знаете, он поддерживает футбол и, в частности, спорт в Клаванском районе. Поэтому от него большой привет и определенные призы для лучших игроков он тоже предоставил. Попросил меня их вручить. А от себя я вам хочу сказать большое спасибо. Мы с вами провели два замечательных месяца. Мы играли по вечерам, после работы, учебы. Если бы не мы все, от глав района до школьников наших, которые тут после учебы последние на ночь глядя играли, потом шли, делали уроки и учились. Мы два месяца эти прожили. Я вам спасибо. Надеюсь, мы в дальнейшем будем также играть, развивать вид спорта, поскольку вы все любите футбол. И этот праздник благодаря вам состоялся. Спасибо вам всем. Аплодисменты. Мартирацян Артур Акупович. Сокотелян Георг. За молотки Сергей Сергеевич. Ну и благодарность объявляется на воззыв Сергея Алексеевича. Чего нет сегодня, но ему огромное спасибо. Благодарственное письмо Парамонову Александру Сергеевичу. Спасибо большое, Евгений Геннадьевич. Слово администратору Турлира. Ребят, ну помимо первых лиц, которые глав района и уважаемых коммерсантов, без них не было бы такого шикарного призов и наград. Мне хочется поблагодарить от себя, от тех людей, которые мне просто помогали здесь. С воротами свет ставить, судить. Без вас было бы очень сложно провести турнир на волне. И поэтому хочется отметить себя, поблагодарить. Благодарность выражается Принцлеру Николаю Николаевичу. Олину Владимирову Леонидовичу. Назарову Александру Александровичу. Савольсину Дмитрия Сергеевича. Приповолову Сергею Николаевичу. Сазонову Сергею Михайловичу. Арыпетяну Харену Аветиковичу. Олину Петру Павловичу. Илганьяну Арыку Самвеловичу. Ты из куртки из моей не уедешь. Я знаю, у вас армян Патоп. Кронингеру Владимиру Игоревичу. Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к самому главному, к награждению за двухмесячный турнир по мини-футболу на снегу. Для награждения приглашается глава Колыванского района Генгий Геннадий Чердюхов, глава рабочего поселка Колывань и дворец Владимир. За участие в турнире награждается команда Голыванского аграрного колледжа. Команда Колыванского дома детского творчества. Команда СНГ. Команда Вечерок. Итак, ну что ж, подошел черед ограниченных феоров и победителей нашего турнира. За третье место в первенстве Колыванского района по мини-футболу на снегу награждается команда Киржак. Игроки команды Желевцов Вадим. Игроки команды Желевцов Вадим. Бадея Танил Олин Владимир Бельноватых Роман 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 Лучший бродарь Фадеев Данил. Лучший защитник турнира Савотин Дмитрий. Лучший игрок Утопин Никита. Лучший игрок Утопин Никита. Итак, дорогие друзья, сегодня наш турнир в Кубечне совершился суперкубком Колыванского района, который провели прямо сегодня. И чемпионами, обладателями этого замечательного кубка стала команда Строй Тайм. Ребята, всем спасибо, давайте общепамятные фото сделаем все вместе. Идите сюда. Команды начинаем. А куда лучше встать, уважаемые фокусы? Вот они. Как нам встать? Давайте сюда. С луками и медалями. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok